Смотри! О, Волька! Этот дворец я дарю тебе! Ого! Ну, как тебе? Катабыч, а что это за табличка? Табличка? Этот дворец принадлежит спасателю джинов, знатоку географии и прочих наук, юному Вольке и Боналёше. Так, вывеску надо сменить. Усыпать её бриллиантами? Нет, надо написать, что этот дворец принадлежит Рано. Какому такому Рано? Не знаю, но лучше всего нашему, Краснопресненскому. Но я не знаю никакого Рано. Допускаю, что это достойнейший из людей, но разве Рано освободил меня от заточения? О нет, мой юный повелитель, это были вы, вам, и только вам будет принадлежать этот прекрасный дворец. Ну, пойми, Хатабыч. Не хочу понимать. Ну, разве я клуб, учреждение, какое санаторий? Ты лучше, ты достойнейший из людей. Но человеку не нужен дворец для счастья. Значит, ты отказываешься от него? Да, я отказываюсь. Но мне так тоскливо от этого Волька. Ведь я хотел сделать тебе подарок, который принёс бы тебе радость. Ну, пойми, Хатабыч, я ведь, я не умею жить по-другому. Я же просто школьник, понимаешь? Ладно. Не бывать дворцу! Ну что, друзья, увлеклись уже этой историей и наверняка вспомнили классические варианты этой истории. Но вас ждёт что-то совершенно необыкновенное и удивительное в Театре Юного Зрителя. Все подробности узнаем прямо сейчас у наших очаровательных гостей. Сегодня к нам в гости пришли актёры Екатеринбургского театра Юного Зрителя Иван Гилёв и Павел Поздеев. Доброго утра, ребят. Доброе утро. Рассказывайте, пьесу для спектакля написал современный драматург Полина Коротыч. Она преобразовала классический сюжет Старика Хатабыча, верно? Да. Насколько сильно? Очень сильно. Кардинально, я бы сказал. На самом деле... Старика Хатабыча у нас осталось только... Сцены, которые мы снимаем, собственно, в кино. У нас и... Полёт на ковре. Да, полёт на ковре, появление дворца, появление самого Хатабыча и знакомство его с Волькой. В общем, несколько эпизодов, которые выписаны конкретно из книги, скажем так. А всё остальное? Всё остальное – это совершенно другая история. Совершенно. Это съёмки. Проходят съёмки Старика Хатабыча. И как вы видите, я, например, вот играю Хатабыча, но у нас есть ещё другой там Хатабыч. Ммм... Серьёзно. Так, ну это уже интрига. Немножко расскажите о ваших персонажах. Я понимаю, что это сделать достаточно сложно в рамках двух минут, но тем не менее. Что вы несёте юным зрителям? Я начну с себя. Я играю Вольку, но в жизни я Рома Павлов, юная звезда, которой 13 лет, за его спиной 4 полнометражных фильма. И тут есть одна проблема, с которой он сталкивается. То есть мы, зрители, это поймут по ходу спектакля, что не так всё просто. Это не просто звёздный мальчик, у которого есть определённое отношение к своим сверстникам, но он сталкивается с одним человеком, который помогает ему пойти по правильному пути. Так, интересно. Есть ли что-то новое в Старика Хатабыча? Да, мой персонаж, я играю в Старика Хатабыча, в кино я играю в Старика Хатабыча. В жизни пьесы я артист Кирилл. Единственный артист на съёмочной площадке с высшим актёрским образованием, который как бы несёт в себе вот эту актёрскую боль за искусство, радеющее за то, чтобы всё было так, как надо по канонам. Ну, собственно, за что, собственно, и радеют, наверное, все артисты, чтобы всё было правильно. И каждый раз он сталкивается с определёнными трудностями, помехами, да, которые мешают ему развить это искусство и заразить его всех в округе. Да, истории наверняка развиваются как-то параллельно. Ну, в общем, это мы всё увидим. Как правило, во время постановок случаются забавные ситуации истории. Были ли у вас такие во время постановки? Забавные ситуации? Ну... Знаете, для нас самая забавная ситуация, это, наверное, сам режиссёр Иван Сергеевич Пачин. Забавность в том, что когда он пытается донести до нас то, что ему нужно, он выходит на площадку, и это делает суперорганично. И, то есть, появляется в зале сразу атмосфера веселья, лёгкости, то, что нам, наверное, и не хватает, то, что он от нас требует. То, что от нас просит, да. Да. Весёлый момент, это он. Узнавали ли вы, почему решили переделать, так скажем, стандартную историю в киносъёмки? Может быть, режиссёр что-то про это рассказывал. Это важно для современного юного зрителя или нет? Ну, знаете как, мне кажется, что у нас там как раз-таки в пьесе режиссёр об этом говорит. Режиссёр, который снимает это кино. Он говорит о том, что нам нужны новые решения. Мы вот сейчас тут на зелёнке всё снимем, потом всех дорисуем. И, то есть, вот этот момент, какое-то добавление современности в тот старый канонический текст, оно как бы и приближает современных зрителей, юных, конечно же, к какому-то осознанию той истории. В принципе, это история двух одиночеств изначально, которые встречают друг друга и перестают быть таковыми, одинокими. И поэтому как бы через осовременивание, чтобы показать детям через реальную жизнь, а не через сказку, потому что у нас там есть и сказка, когда мы играем в кино. Есть жизнь. Есть жизнь, да. И вот как раз-таки через эту жизнь, через современность мы показываем детям, собственно, то, что могли бы, наверное, показать и через сказку. Чудеса происходят в жизни, а не на экране. Да. Каких зрителей вы ждёте на спектакле? Может быть, это только дети? Может, это с родителями дети? Есть ли ограничения какие-то? Мне кажется, ограничений нет. Это достаточно семейная история. Там есть и конфликт ребёнка с родителями, и разрешение этого конфликта, и вообще столкновение ребёнка со взрослой жизнью, и со взрослыми проблемами, которых он не ожидает. Поэтому, мне кажется, эта история будет интересна и взрослым, и детям. Давайте попробуем пригласить наших телезрителей, но от лица ваших персонажей на спектакль. Попробуем сделать такой эксперимент, опровизацию. Приветствую тебя, о прекрасный и мудрый отрасль! Здравствуйте! Совсем скоро старик Хаттабыч и его юный повелитель Волька отправятся в невероятное приключение. Мы ждём тебя на премьере нашего приключенческого спектакля. 16 ноября в 14.30. Молодец, Волька! Спасибо вам большое! Это были актёры Екатеринбургского театра юного зрителя Иван Гилёв и Павел Поздеев. Уверены, что этот спектакль будет жить долгую жизнь и найдёт своего зрителя.